Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон вы знаете 847-400-5200 И добрый день, пожалуйста, вы в эфире Добрый день Ну, во-первых, я бы хотела тоже высказаться на тему Которую вы подняли перед перерывом Вы знаете, те, которые сидят на этой халяве Которые никогда не работали И работать не хотят Они ничего этого не знают и знать не желают Потому что им внушили, что им все дают демократы Все, они за них голосовали Голосовать будут голосовать и так далее Короче говоря, им пофигу, если будут поднимать цены Потому что они будут слышать, что это все виноваты во всем республиканцы Во всех этих подъемах цен на жилье и на все остальное Теперь, кто-нибудь знает, как платят налоги Вот тот же Майкл Мэдзиган, наши Чайковские и так далее Кто-нибудь видел их, вот, Income Tax? Никто не видел и никогда не увидит Я больше чем уверена, что они все делают так Чтобы для них, на них это совершенно не повлияло Потому что там такие лупхоллс во всем нашем этом кодексе На тексты, что на них это не влияет Влияет это в основном на мидл-класс Как, Сережа, вы часто напоминаете Это совершеннейшая правда Теперь я хотела сказать еще об очень таком печальном событии Значит, одну секундочку В США дети поют антиизраильские песни И Америка превращается в Исламостан Значит, школьники, мусульмане, Филадельфия Я читаю сейчас с интернета Школьники, мусульмане, Филадельфия и США Исполнили антиизраильскую песню В которой утверждается, что храмовая гора будет освобождена от сионистов И что предатель будет раздавлен Сообщает проект по исследованию терроризма в Соединенных Штатах Короче говоря, это мусульманские школы Которых в нашей стране уже видимо-невидимо Они как бы являются, ну, типа правит скул Но они в то же время, насколько я знаю, финансируются государством И там проходит вот эта индоктринация Которая в конечном счете ведет к тому, что выходят вот эти исламские террористы То есть вот что нам несут эти так называемые демократы Если мусульманские школы поют антиизраильские песни Это понятно, но когда в университетах В университетах, в университетах государственных, в университетах штата В довольно таких респектабельных Когда там проходят кампании по травле профессора какого-то Вот сегодня было буквально видео В Дипол Что происходит Как профессора травят вот это За то, что профессор поддерживает Израиль Да, понимаете, вот это страшно Вы знаете, я хочу сказать на этот счет Во-первых, вы знаете, наверное, что мусульманские страны Никогда не участвуют Вот если какой-то дизастр Natural disaster Там ураган или тайфун и так далее Даже если мусульманские страны страдают Кто платит вот этим и спасает этих жертв Вот этого natural disaster Израильтяне посылают свои команды Европа, Европейский Союз и Америка А у мусульман это записано в Коране Подождите, минуточку Одну секунду Одну секунду А во-вторых, что они все должны делать для того, чтобы продвигать ислам Поэтому они не платят деньги Мария, мы поняли, мы поняли Там 3% всего Всю эту историю Так называемых Большое спасибо Мы должны отключиться Да, вы забыли упомянуть Что одна из лучших спасательных команд Это израильская И если вы помните И, наверное, уверен, знаете Что как только где-то случается Какое-то наводнение Землетрясение Или какая-то беда То команда спасения из Израиля Всегда пребывает одной из первых Недавно было видео Я смотрел Посещает Ильхам Амар Амар Посещает Паблик Скул У себя в штате Это не похоже на американскую школу Школу Там видео показали Торговый центр По-моему, в Миннесоте Помнишь видео По интернету Да Там нет ни единой женщины Которая бы не началась Народная республика Сомали В Миннесоте Вот и эта школа была такая чисто Как будто это где-то Да Кстати, еще два слова По поводу Вот этих вот антиизраильских песен Зачем нам смотреть на мусульманские школы Если наши, извините за выражение В кавычках, евреи Ходят и поют Ну, не песни Но, как говорится, песни в кавычках В поддержку Палестины И в осуждение Израиля За оккупацию Палестины То есть, с такими друзьями и врагов не надо У нас здесь звонок Добрый день Добрый день, еще раз Добрый день Вы знаете, не хотелось бы, чтобы Вот тему Надлера и Бара Все, начинаем С недельником, с письмом Чтобы вы оставили на последние полминуты Да, вы правы, вы правы Сейчас поговорим Да, давайте так Значит, еще один звонок Еще один звонок и начнем Добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Это снова вам звонит Александр Из-за Ашкелона Израиля Здравствуйте Здравствуйте, Александр Приветствуем вас Очень приятно вас слушать И Что меня больше всего Нравится ваша передача Что вы Очень четко и доказательно Говорите о О том, что Творится в вашей стране Боюсь, что в вашей стране Творится то же самое У нас У нас такие же похожие проблемы У вас просто еще больше проблем Хватает Но понимаете, проблема в чем Что Америка является для Израиля Как бы примером То, что творится у вас Потом это через несколько лет Приходит к нам То же самое Что началось у вас Это харрисмент и прочее У нас тут И не один десяток генералов И политиков Слетело со своих должностей Некоторые пошли даже в тюрьму И прочее То, что вот я вчера слушал Вашу передачу Про То, что творится С историей Америки Когда Убирают памятники Запрещают Петь Божьих они Америку И прочее Просто волосы дыбом становятся Советский Союз Это просто Младенец перед этим То, что сейчас у вас Хорошо, Александр И у нас тут Хватает своих тараканов В истории Но Я не знаю Не понимаю Почему Но есть же разумные люди Есть, конечно Конечно есть Есть Но почему они молчат Такое ощущение Что Одна сторона Орёт Кричит Всё-всё И всё И можно А другие молчат Есть ещё одна Маленькая проблема Потому что Левой мидии Который врет Сплошь и рядом Их очень много А вот такой канал Как Факс Ньюз Он один Вот И получается Что его голос Как бы заглушён Всеми остальными К сожалению Да и Факс Тоже иногда Раскакивает Такие свои Излевые герои А ещё вообще Во всём мире Как бы ситуацию В Америке Представляет СНН Во всех аэропортах В гостиницах СНН Да, да Я понимаю Я в курсе У нас Тоже В Афере Только СНН уйдёт Во всех аэропортах За рубежом Во всех аэропортах СНН идёт Да Я понимаю Что Вы несу или запретили Консерваторы И те люди Которых поддерживают Их тоже есть деньги Тоже есть какое-то влияние Почему Мы не видим этого Почему Есть только один Фокс Ньюз Почему нету Ещё нескольких каналов И уже нет Почему есть Марк Левин Открыл свой телеканал Гленбек Открыл телеканал В Урале Сейчас туда ушёл Бен Шапира Пожалуйста Вы сейчас можете Слушать по радио То есть Есть всё Потихоньку делается Но Александр Спасибо огромное Мы действительно Должны Никаких если Знаете Это Бесила Просто Настолько Что Ребята Нельзя Чтоб Трамп проиграл А он и не проиграет Спасибо Александр А я вам хочу Вы знаете Вчера Яху Насколько тоже Они левые Вчера даже Яху сказали Что Они не видят На сегодняшний день Соперника Трампу И они понимают Что Трамп победит Кстати На веб-сайте Диатого канала Александр Непомнящий Перевёл статью Солла Да Историческое Машиночество То Что от нас Скрывает Арабство И не только О нём Рекомендую Всего Большой привет Что его В Израиле Читают Он сегодня будет Я ему передам Спасибо Александр Спасибо Звоните Действительно Интересная статья Всем рекомендую Посмотреть Почитать Там некая Некий взгляд Не то Что преподается В школах И университетах А более Близкий К историческим Фактам А ты веришь Что придёт Такое время Когда перестанут Дети И студенты Идти в университеты Потому что Поймут Что в университетах Промывают мозги Они учат Специальности Профессии Может Ну я не имею ввиду Там вот врачи Например Знаешь В конгрессе А потом Вот позавчера В сенате Ну понятно Что отличились Все кандидаты В президенты То есть Кори Букер Камала Хэррис Ну и конечно Исключительно Исполнила Свою роль Этокой Полоумной Крикуши Хирона Мэйзи То же самое Эти же самые герои Спартакус Кори Букер Который Спартакус Спартак Вот Камала Хэррис И в общем Но при этом При всем при этом При всех усилиях Полоумных демократов Бар выглядел Вполне себе Пристойно И достойно Отвечал на любой вопрос Ну давай Может бы Немножко напомним людям Что вообще Из-за чего Весь сыр Бор Потому что демократы Они пытаются Бара обвинить в том Что он не имел права Давать вот это вот Досье Да Давайте тогда С самого начала Да Давать досье Адвокатам Трампа За день до этого Специальный Специальный прокурор Простите Да Специальный прокурор Бат Малер Малер Передал Свой доклад Генеральному прокурору Вил ему Бару Это вообще Предусмотрено Законом Правилами И так далее Совершенно верно Он передал ему Этот доклад Причем Как выяснилось Генеральный прокурор До этого Еще задолго до этого Разговаривал с Мюллером И просил Чтобы Они Выделили Те места В докладе Которые Не подлежат Разглашению Потому что Существует закон Допустим Запрещающий Делать Достоянием Гласности Материалы Которые были Рассмотрены В большом жюри На это есть Отдельный Специальный Закон Кроме того Есть правило По которым Третье лицо Которое Вызывали В качестве Свидетеля И так далее Которое к делу Не имеет Ни малейшего Отношения Но может быть Со стороны Что-то смотрел И давал Какие-то показания Вот это место Не должно Подлежать Разглашению Потому что Человек Вообще Ни при чем Но его имя Будут трепать Его имя Не должно Всплыть Никак В общем Есть какие-то Положения Которые Имеется ввиду Какие-то агенты ЦРУ ФБР Какие-то люди Которые Иностранные Какие-то Источники И так далее В общем Это определено Законом Это не должно Стать достоянием Гласности Это регулирует Закон Так вот Вильям Бар Обратился к Мюллеру Чтобы они Когда они Готовят свой доклад Определили Те места Чтобы потом Не терять время А так сказать И пообещал Что они будут Одним цветом Выделять Вот там Скажем Материалы Большого жюри Другим цветом Выделять Там источники Чтобы не стали Достоянием Гласности И так далее А как выяснилось Мюллер Предоставил доклад Ничего этого Не сделав Поэтому Бар Когда Давал показания В Конгрессе Сказал Что мне потребуется Две-три недели Для того Чтобы разобраться С этим И отредактировать То что не должно Стать достоянием Гласности Кроме того Понимая Что народ В Америке Весь Ну Слушайте Народу Два с половиной года CNN MSNBC И все остальные Телеканалы Газеты Внушали Политики Которые выскакивали На телевизионные экраны Убеждали народ Американский Что Трамп Как минимум Координировал Свои действия С Путиным И как максимум Является Предателем И агентом Путина Причем Не моргнув глазом Выходили Причем Люди разного ранка От говорящих Голов Безголовых На телеканалах До бывшего Директора ЦРУ Или там Директора Национальной NSA Клапера Которые выходили И говорили Да Брэннон просто заявлял Что да Трамп наверное Является агентом Кремля В общем Предатель Трамп предатель И вот это два с половиной года Промывали мозги Людям Которые Не в состоянии Охватить картину В целом Как то там Побыслить Подумать И так далее Промывали со всех сторон Да А кроме того Еще ново трамперы Которые просто Я не знаю Люди К которым я относился Вполне себе нормально Которые мне казались Людьми Благоразумными Вдруг во время Праймарис У них что то Перемкнуло Перемкнуло в голове И все А после праймарис Уже все Уже обратной дороги нет У них как короткое замыкание Произошло И так называемый Трамп деренжмент синдром И все И тут уже Никуда не понеслось дальше Вот в одном направлении Так вот Бар Чтобы немножко погасить Вот эту истерию Которая в обществе Поселилась Решил что он Суммирует Выводы Команды специального прокурора Не суммирует Доклад 400 там чем-то страниц А выводы А там То есть рассматривалось Как бы два дела Одно дело первоначально Калужин А второе Которое родилось уже В процессе В процессе Abstraction of justice Противостояние правосудию Препятствие правосудию Предательство Короче Препятствие правосудию И вот как бы два тома Значит Бар проделал Колосс Ну и он выпустил Своё Небольшое мемо Такое На четырех страницах Где написал Что Выводы такие Никакой координации Деятельности Никакого Калужина Со стороны Трампа Или членов его команд Или кого-либо Из американских граждан С российской стороной Не было Всё Перед Ну вот Другим же моментом Стало то Что Мюллер написал письмо Бару В котором он не согласился Не с высказываемой Мы сейчас придём К этому Да, давай Хорошо Второй том По поводу Калужин Калужин нет Потому что Мюллер В своём докладе Как-то странно Как объяснил Бар Какую-то странную Не юридическую Формулировку Пусть Написал То есть Мы не можем Полностью Оправдать Но не можем И обвинить Президента Трампа Стой там Иди сюда Ага И Бар сказал Говорит Это вообще Непонятная формулировка Для юристов Потому что Прокурор Либо Предъявляет обвинение Находит достаточно Да Находит достаточно улив Для того чтобы Предъявить обвинение Либо не предъявляет Это не входит в задачи Прокурора Рассуждать на тему Какой, такой, сякой Всё И обвинение есть Собственно он за это Деньги получает Ты помнишь как Клинтон Обвинили За эти вот И говорят Она виновата Но наказывать не надо Или обвинения нет Всё Поэтому Поскольку Мюллер Почему-то Не принял Так сказать Не подвёл итоги Своего расследования Это всё легло На плечи Бара Бар посмотрел Вместе с Заместителем Розенстайном И пришли к выводу Ну здесь нет оснований Для того чтобы Возбуждать уголовное дело Или предъявлять обвинение По поводу О препятствии правосудия Всё И он это написал В этом письме И сказал что Через 2-3 недели Доклад будет опубликован Мы к разговору об этом Вернёмся буквально Через несколько минут